В последнее время у российской молодежи стала хорошей традицией вешать на мостах замки, а ключи от них выбрасывать воду. Кунгуряки же пошли по другому пути. Теперь в знак бесконечной любви они будут высаживать спионы. Замочная эпидемия зародилась в начале 90-х годов после выхода в свет романа Федерико Моча «Три метра над небом». Герои этого произведения именно так символизировали свою любовь. Время на перилах и фонарях моста Понте-Мильвио над рекой Тибр висят десятки тысяч замков. Кунгур решил придумать что-то свое. Местом для идеи был выбран комплекс ледяной пещеры. По статистике почти все обрученные после ЗАГСа приезжают сюда на прогулку. А чтобы супруги совместили приятное с полезным, парам предложили сажать по корешку пиона. То есть это древний цветок такой. Он почитаем очень многими народами, вот именно как символ любви, как символ верности, красоты, символ долголетия. Потому что единственный, наверное, многолетник такой, который на одном месте сидит до 50 лет. Летом в уголке молодоженов будет поистине красиво. Посреди клумбы в виде двух пересекающихся колец появится фонтан желаний. Первыми молодоженами, посадившими свой пион, стали Алексей и Наталья Квещук. Мы были очень счастливы, в восторге, что для нас сделали такой праздник, такое мероприятие устроили. Мы благодарны. Я бы советовала другим парам сюда приехать, посадить. Такой символ любви. Навещать его, ухаживать за ним, проверять, как тут что. Оставить свой след. И вновь вернемся к замочной традиции. Все на том же римском мосту Понте-Мильвю под тяжестью замков один из фонарных столбов обрушился. И власти города не только запретили вешать новые, но убрали и предыдущие символы любви. За нарушение молодым грозит штраф в 50 евро. Так что пока в Конгуре не дошло до штрафов, лучше перейти на пионы. Это будет и романтично, и безопасно.